Самая, наверное, дорогая в среде услуг, я не знаю, бармен и швейцар, столько не могут заработать. Хотя они пашут сколько там, по 12-13 часов. Правильно, суд? Работные швейцары. Они не смогут заработать таких денег. Но у нас есть возможность, нормально, комфортно себя чувствовать. Ну, тут уже, ну, логично, наверное, да? Маленький комиссий назначаешь, пашешь как папа Карла. Какой комфортно может быть? Какое удовлетворение? Да никакого. Меня поэтому удивляет. О, я там за 100 тысяч долларов. Ты что, вообще что? Ты просто посчитай себестоимость. А как посчитать себестоимость, скажите? Ну, выход в рекламу сколько-то, дорогу свою, объявление, расклейку, посчитать. Умножьте это на 1, в среднем 2-3 месяца сделайте. А есть у нас вот прайс где-то, цены, где-то? В интернете есть. Пожалуйста, там вот здесь цены. Сколько будет? 25 рублей одно объявление. Вот посчитайте. В месяц мы попали на 750 рублей. Это только на цены, по-моему. Плюс здесь 50 рублей, она на ZIPAL. Сутки. Посчитайте. Это сколько будет? Полторы тысячи. Уже 2-250. Плюс посчитайте, расклейку баннера вы будете делать? Сколько баннер стоит? Прежде чем стоит? Ну, полторы тысячи. Ну, благо баннер там один раз заказывать, все. Расклейку будет делать? На какой срок он решится? На какой срок он решится? Пока не продадите. Расклейку нужно делать? Конечно. Нужно. Это стоит денег? Бумага та же самая. Тысячу листов А4 стоит 2200, да? Типографию. Вы это расклеите за полтора месяца. У вас занимает 2-3 месяца, да? На 2 месяца. Плюс к этому посчитайте. Плюс посчитайте телефон. Плюс посчитайте транспорт. Плюс посчитайте, что вы едите здесь все-таки. Правильно? Вы же приезжаете на работу для того, чтобы продать объекты свои. Верно? Естественно, какую-то часть денег вы тратите, естественно, себестоимость на закладывания. Своего объекта. Правильно? Вот и посчитайте. Вы готовы? Плюс ваша валовая комиссия. Вы вычтите свой процент. И вот вам ответ. Готовы ли вы за эти деньги работать? Примерно, чтобы для ориентира было, да? Свободная продажа не меньше 200. Альтернатива 400-300. Это уже своя чисто, своя комиссия. Это, ну, вот я ориентируюсь на эти показатели, на этой цене. Это при условии, что объект стоит где-то 10 миллионов. Если у меня стоит объект 30 миллионов, естественно, там, ну, не меньше миллиона 200 должно быть. По-любому. Если бы при условии, что это будут продажи и покупки. Я обычно так говорю. Допустим, когда у меня начали, я понимаю, что здесь начинают превышать более чем миллион комиссий. Я говорю, миллион 200 и все расходы беру на себя. Абсолютно. По регистрации, по сборочным, все-все-все. Доверенность, абсолютно. Дорогу, такси, там. Я не знаю, медицинская среда деятельность, если надо. Я все беру на себя. Они же не знают точно, сколько я расходу. Чтобы немножко вот этот шок, миллион 200, немножко, чтобы сгладить, я говорю, что взять себе посуду беру на себя. Тогда уже человек начинает не сразу говорить, нет, он начинает думать, думать, думать. Ну, ладно. И не надо никакой комиссией на самом деле заниматься. Все, вот, помните, да, запомните, пожалуйста, не важно, что вы продаете, важно, как вы это делаете. Если вы дешево продаете свои услуги, вы маленькие деньги получите. Если вы дорого продаете и ведете себя достойно, значит, вы получите достойное вознаграждение. Психологический портрет нашего клиента. Вот, как я вам рекомендую. Возраст, образование, семейный состав, то ли он, у него семья, то ли он разведен, или она, дети, возраст детей, взрослые, невзрослые, там, и так далее, хорби, работа, да, чем человек занимается. Вот, на самом деле, из этого и... А, и еще. Какое время человек вырос? Если он вырос в советские времена, одни моральные ценности. Если он вырос в постсоветские времена, другие моральные ценности. Если он вырос вообще, вот, ему 19 лет, очень мало моральных ценностей. Понимаете, да, меня? От этого тоже учитывается, вот так и распределяет. Потому что, на самом деле, более-менее, скажем так, комфортные, будем так говорить, клиенты, это те, которые выросли в советские и постсоветские времена. С молодняком очень тяжело договорить, потому что я не знаю, в каком мире они живут, вроде и не там, и не здесь, понимаете? С ними надо будет по-другому разговаривать, вот на их волне. С ними тоже можно договорить. Но у них свои преимущества, свои ценности, просто вам нужно почитать в интернете. Как вообще? Хитрая, нечистость. Сегодня, да, да, сегодняшняя молодежь, на что акцентируют внимание, да, что они более считают, что это важно в их жизни. Вот на этой волне. Почитайте, какие были там советские времена, да, какие вот моральные ценности были и так далее. И вот исходя из этого, плюс к этому образование, хобби, там, рыбак, не рыбак, или еще там шахматист, он, математик, я не знаю кто. Не важно кто. То есть, если, допустим, это военный человек, значит, там четкая дисциплина должна быть. Он очень любит, когда ему доклады делают. Плюс к этому, если он юрист, это сто процентов, это зануда еще к этому времени, к тому моменту, да, ну, понимаете? Но каждому клиенту есть свой ключ. Сложность найти его. У меня был такой клиент, есть, слава богу, в общем, бывший там генерал милиции, на пенсии давным-давно, доктор юридических наук, деньги есть, все. Вот, непробивной. К нему и так, и сяд, и прорыбал, и там у него там он такой, там, собаку, там, еще чего, там, пород, там, что-то, что-то интересует. Ну, никак я не мог его пробить. Ну, никак. Потом я вспомнил, что человек в погонах бывший. Бывших генералов не бывает. И после того, как мы вот общаемся, общаемся, допустим, когда к завершению идет какая-то, и он говорит, надо вот это сделать, я просто сказал, есть, все, вот это был ключ. Он тут же так, там, там. И начинает вопрос, где служил, там, какие войска, терра-пера, терра-пера, терра-пера. Вот на этой волне. Я и представить себе не мог, что вот это будет ключ. После этого, конечно же, он так же себя ведет, непробивной, твердит все свое, никого не слушает, а потом говорит, ну ладно, Стас, ты же наш, как я делаю. Я тебе верю. Понимаете, да? Он, конечно же, он кардинально, он его не применяет, но, по крайней мере, он на вас все это делегирует. Понимаете? Итак, любой человек. Учителя, да, там, они любят, когда их слушают. Они не любят, когда их перебивают. Ну, согласитесь, разве не так? Мотиватик, там, технари какие-то есть, допустим, да, у них аналитический склад ума. Не надо их пинать и торопить. Они считают все, они все анализируют, и только после этого свой вердикт. А вот этим прессом, они будут воспринимать как пресс, ваше нетерпение получить ответ, может немножко их отпугнуть. Вот в таком ключе. Надо говорить, одним словом, старайтесь найти вот этот ключик и говорить с клиентом на одной волне, на одном языке. Если он тинейджер, ну, блин, выучите эти современные слова, я не знаю, да, там, какие-то там, если честно, не знаю, честно. Выучите эти слова, там, я не знаю, поговорите, чтобы он вас понимал, не для того, чтобы там подружиться с ним, кстати, обращать, не подружиться, а чтобы он понимал, о чем вы говорите. Тогда до него все будет доходить так, как вам нужно. Понимаете? Вы управляете, принимаете решение сам Лео, но вы направляете его в том направлении, в котором нужно для того, чтобы продать квартиру и заработать деньги. Извините меня, но мы бесплатно не работаем, мы не благотворительный фонд, да? Естественно, мы о себе любимым никогда не должны забывать. Поэтому наша задача, как можно быстрее донести до человека реальность вообще ситуации. Так как мы работаем в основном с продавцами, они все хотят много. У меня сосед продает уже с евроремонтом, дизайнер, с квартире Марокко, там, я не знаю, за 20 миллионов. И у меня на первом этаже мебель от Икеи тоже 20 миллионов. А что, чем я хуже? Понимаете, да? Ну, на самом деле, это нормально. Почему? Да он потому, что не понимает реальности, все. Так донесите ее. Но так, чтобы он вас услышал. Ну и все. Ну, бывает такое, что вот, ну, алкоголики. Кто не работал с алкоголиками? Очень сложно с ними работать. Иногда приходится, пока ему готовку пива не купишь, он тебя вообще не понимает. И вот мне приходилось покупать, прежде чем поговорить, что-то донеси до человека. Я покупал готовку пива, встану, ну все, Алексей Михайлович, выпил, ты выпил. Говорить можешь? Да. Ображаем, да? Да. Понеслась. Надо вот это, вот это, вот это, вот это делать. Понял? Понял. Я наркологически, психонерологически даже прошелся. Вот. Ну, в область, потому что, ну, знаете, я сейчас просто так не даю справку, надо именно обследование пройти. А чтобы ему обследование пройти, он должен быть трезвым. Да, бритым там и так далее, и так далее. Но получилось все-таки его убедить. Но без бутылки с него вообще не бывает. Я пытался как-то, ну, так с ним поговорить, то и главное не переборщить. То есть он совсем, ну, перебьет, да, то же самое будет. Но и на трезвянку человек не слышит, и не слушает, и вообще нервничает, понимаете меня, да? Не уколбачит, конечно. Конечно. И хоть, ну, что делать? А, ему надо подвечиться. Все, вот он купил, купил. Все, он выпил, успокоился, и вот тогда он все стал понимать, и так далее, и так далее. Короче, когда с трех попыток мы прошли обследование. Смотрите, у попыток. Но мы прошли. На одной волне. То есть ищите вот эту, да, точку соответствующего состояния, вот эту ниточку. Это может быть любой хобби, кстати. Дизайнерство, там, кто-то там, мотоциклами, да, там, активизуется, там, со шлемом зайдете, да. Кто-то рыбалка, там вообще, такой, кто-то охотник, кто-то любит холодное оружие, кто-то горячее оружие, да, огнестрельное. Кто-то любит готовить безумно, да, там, ну, на самом деле, обращайте внимание, кстати, на мелочи, на детали. Когда вы доходите в квартиру. Фотографии. Какой-то инвентарь. Если, естественно, даже на порядок, если там у человека чуть ли не в линейке, у них по линейке все, значит, вот, точно, долго, долго будем общаться. Понимаете? Да сразу анализируйте. Необязательно, ну, можно, более-менее, создать психологический потерь, даже не задавая человеку вопросов. Если этот человек, с которым вы общаетесь, он в возрасте, и там, еще фотографии жениха с невестой, ага, значит, дети выросли, если вы не наблюдаете каких-то игрушек, детей пока нет, или они живут отдельно. Можно же делать такой вывод? Вот, и анализируйте. Наблюдайте. Посмотрите. Обувь. Как минимум. Если она, я не знаю, начищенная, и она вся вот так по полочкам, вот, значит, он 100%, ну, скорее всего, он военный человек. Понимаете, да? Если у него там, вот эти, удочки там, сейф какой-то, да, стоит оружейный, значит, человек охотник заядлый, и там, башка лоси на стене, да, значит, он охотник, да, и так далее. Охотники, там, такие, такие, шахматисты, они очень терпеливые люди. И увидели, расстановку увидели. Это тоже терпеливый человек, и, скорее всего, он моментом решения принимать не будет. Это, значит, говорит о том, что не надо на него давить. Расскажите, подождите, а потом уже начинаете, там, что-то, чего-то там, какой-то ответ требует. Ну, то есть, понимаете, да, вот эти составляющие, у вас из-за того, создаться какой-то психологический патрию человека. Примерно так. Ну, естественно, общение. В любом случае, общение. Может быть, у этого фотография, он военный в форме, а это на самом деле, была его просто мечта, не только сесть и сделать. Сейчас же и есть такое, правильно? Ну, мне кажется, и в детском садике, советские времена, генералы там, да? Ну, просто фотосессию человек сделал. Уточните, из общения вы у чёрного услышите, да, ну, сразу видно, мне кажется. Сразу, и выбирайте, пожалуйста, когда вы разговариваете, попробуйте выяснить, кто принимает решение. Кто там шея, кто голова. Как вы это принимаете? Я, когда спрашиваю какие-то вопросы, там очень многие люди говорят, ой, это у меня муж решает, ой, мне надо посоветовать. А если мужчина, мне посоветовался на семью, значит, 100% решена там будет. Понимаете, да? Если так, при следующей встрече, постарайтесь встретиться со всеми, там, членами семьи, и поговорить, еще раз удостовериться, правильно ли вы делали вывод, или нет. И просто понаблюдайте, кто или больше глаголит с вами. Тот, кто да-да-да-да просто говорит, значит, он ничего не делает. А тот, который вам задает вопросы, компрометирует, провоцирует, еще чего-то, спорит с вами, значит, человек принимает решение. Значит, с ним надо общаться. Значит, его надо, как это сказать, обаять его. Да, чтобы только, смысл, супруга, да, уговаривать, как-то окаживать, если там вообще ничего не решать, вот с супругой надо общаться. Иногда мама это бывает. Есть такие вот. Мама сказала, все, поставлю в суп. Есть такое. А есть такое, то и папа есть, и мама есть, но принимает там 20-летний сын, кстати. Да, вот у меня есть такой сейчас тренинг, он принимает решение. Понимаете меня, да? То есть, смотрите, кто принимает решение, обращайте внимание на детали, не надо торопиться. Встреча у вас должна занимать час. Хорошая продуктивная встреча, которая принесет, ну, 50 на 50 результат, час должна в среднем занимать. Потому что, если он с вами общается 15 минут, вы его не заинтересовали. Вы его не зацепили. Ну, если он предлагает чай, кстати, а чай не надо, не надо отказываться. Но многие предлагают пообедать, вот от этого откажись. Почему? Дистанцию держите. Когда вот переход вот на такое, да, там, пообедаем, не пьем, посидим, еще чего-то, еще чего-то, там, что? В Xbox играем. Ну, не знаю, хорошо, там, в Xbox играем. Через какое-то время, это, это первый раз. Потом вот еще один раз, еще один раз, потом скажут, слушайте, сколько у меня картошки съел, не буду я тебе платить? Понимаете, да? Ну, у них появляется такое вот моральное ощущение, что они могут вам не доплатить или вообще не заплатить. Ну, или сказать, ну, на там, десяточку тебе, то есть, на дорогу потратить, понимаете, да? Держите дистанцию. Не надо никогда на ты, ну, я, наверное, уже тогда еще говорю, да, на ты не переходите, вот эти мы и держим клиенту на дистанции. Они могут тыкать, ради бога, но мы не можем этого делать. То есть, мы их на поводке токтично держим, на расстоянии, вернее. И поэтому, когда дело касается денег, все пройдет так, как нужно. У них не будет вот этого ощущения, что, а, можно не заплатить 600 тысяч. Понимаете, да? А многие агенты просто, ой, чем вот сейчас я ватрусь, что такое доверительное отношение, я вам сейчас ватрусь к нему, да, да, ты там, на ты буду разговаривать, и так далее, это принесет результат. Да, это на самом деле не так, это поверхностно будет выглядеть, да, как будто вы там хороший приятель, но на самом деле это не так. Хороший приятель имеет моральное право вынести вам такой мозг, весь, абсолютно, и еще не заплатить. Имеете право? Вы же на друзей не обижаются, когда они вам мозги выносят. Не обижаетесь. А почему вы думаете, что... понимаете, да? Поэтому, ну, держите вот этот результат. В принципе, я на все вопросы? Да, спасибо. Да? Спасибо. Спасибо.